я просил сначала писать внизу узнавать тут я или нет внизу под skype а вы звоните и поэтому я же не вот кому набралось так вас не видно почему-то вас не видно фото карточка одна только сейчас видно не тормозит сильно компьютер видно нет но сейчас видно ну как-то сильно уж плохо все-то у вас так это трясется но сейчас слышно хотя бы у меня видит какой-то близко камера а что вы хорошие то не поставите камеру почему не знаю пока на возможности на какие же тут возможности еще это покупать машину это пустая отговорка это очень важно по телефону же говорим если телефон не работает он ни к чему не нужен камера не работает она ничего не нужно у нас все записывается выставляется в интернет вы не против ну да я бы ответишь а не против не против я вас слушаю пожалуйста говорите я вот хотел бы задать вопрос на трое на святого духа что-то очень плохо как-то от вас так это у вас с телефона говорить или как да нет почему телефон вопрос просто я не понял повторите его еще раз но слышу но все прерывается как-то но неважно это плохо но и вопрос а к ним ко мне зачем этот вопрос я там не бываю мы сами молимся мы православная что служба она не нами составлена надо исполнять и все и молиться я ну просто как правильно это вот я про это руках правильно про про правильно правильно какая ритургия правильного есть иакова василия великого григория двоислово и она затоуст а ну какая церкви идет так и молись мы же не священники и поэтому еще тут гадать я никогда в это не захожу это не моя область если это священнослужители я прихожу и где надо я кланяюсь где надо аминь говорю и все на этом стою перед богом да только так потому что зачем же я поделись или туда не мое это дело существует определенная граница за которые нельзя не только заходить а даже заглядывать ну да я уважаю священный сан приезжает архиерей есть какая-то разница один архиерей приезжает другой но в общем у него тоже устав еще я буду лезть и туда мне нужно стоять молчать вникать самого себя и сокрушенная грехах высказывать перед богом прости меня господи и благодарить бога что есть у нас архиерей есть священники православная вера я слышу вас говорите вот вы мне сказали там вот выйди выйди грабства египта и сказайте закону боже ну вот он вот это помните мне говорили в том году по-моему мы с вами созывали вы говорите о ком а жене ну да да она у вас законные вы венчаны нет но это церковь называют как такие браки то есть она по она получается и жена супруга по моему выражению да против ну не венчанное сожитие церковь как называют каким словом сейчас мы уже давно не но это не они а вас просто ком-то если не венчаны и живут православные христиане церковь как называет это самому себе льготы не надо приписывать церковь это любящая мать если она называла так и беззаконно значит надо быть послушным и что как бы каким образом как павел говорит хорошо меня такое положение что я так веру в обычном браке такому вот чем дело я в нем полного вера вышла 28 лет а вы сами довольны сами довольны этим состоянием я конечно ну а нет счеток перед богом открывайте свои желания что господи разруби эти узы негодные все если вы будете знать что за это вас будут здесь на земле уже казнить как преступника разве вы будете советоваться с кем-то ваша совесть подскажет спасайся и все на этом ребенок ребенок это свидетель разврата родителей так соломон говорит свидетель растет преступной жизни а не то чтобы ребенок помогал продолжать сожитие незаконное нет этого если бы мы знали что у нас мусульманские законы у них незаконное сожитие в этот же день голову отрезают ну неужели стал бы я топтаться да вот да я да я а он тебе уже нож туда воткнул и все кончилось как было сейчас призыв война 5 6 ребятишек даже было 7 его забрали никого нет одна баба остается и она осталась или мало то еще работала фронт поддерживали на них все держалось и никто не говорил а как я буду а он не вернулся никогда как буду бога всего много и вырастили детей подняли на ноги по милости божией так советуется надо с богом что говорит об этом святая библия что говорит моя совесть и не надо обмануть самого себя тем более бога пытаться обмануть вопрос то не стоит как говорят вы единого яйца если это вечность от этого зависит все они один блудник прелюбодеев царствие божие не войдет счету больше советуются то ты что было все оставил встал через порог перешагнул и все моими телесами живы не будете одним разом все отмахнула и на другой стороне а то так и говорят мужики-то какие-то на рожьи что я говорю у меня вот этот вопрос феминизм который у меня сейчас получается в семье тоже сильно разные получается и в семье как бы в нашем живутся соотношением женщина женщина это самое дорогое удовольствие за нее жизнью рассчитывается и поэтому тут шутки в сторону и и вот на фоне вот этого феминизма развиваются сейчас вообще получается там где-то подпитка со всех сторон там журналов с передачи там всех сторон драть вас некому а женился играть на скорую руку на долгую муку пословица тут никто не поможет и сам должен решиться высказать все о детях заботься один разводится у нас тут и держит короб а она баба у нее разводится а баба встала 7 ребятишек она махнула с ними с ребятишком он один остался ко мне приехал мы я ему советую ты у тебя 10 коров заведи 20 у тебя дети должны быть обихоженные сытые ты не смог удержать а жена такая что может все делать ну нашла повод развестись и причины разные но главное ты там мужик как ты мог это позволить сделать как ты довел до этого состояния да жена она куда играть иголка туда нитка как вопрос закрытые все у вас еще есть у вас видите как как будто какая-то кастрация мозгов которые женщинами связаны они ни о чем думать не могут на одном месте вращаются как в помойном ведре крошка хлеба болтыхается ничего нету нет у вас вас не движение вперед никуда вы не для кого не годные как так это замкнулся сидит там разве же можно так в таком возрасте ты можешь сколько добра сделать она тебе не помогает ну виновата никого не винию я виновен разрулить может только просто так разорвать это позорное сожитие а дальше работы помогаем платить там элементы или так и все и начинай работать иди на благовестия трудись какие-то как действительно мало это я хожу чуть-чуть на благовестие да вот бываешь попадаешь на жилье там немножко по выходным там в больнице там ходит и у вас у вас борода какого цвета так вот дождешься когда она тебя белое будет будешь оправдывать свою фамилию и скажешь ничего то я не сделал есть такой рассказ молодой человек решил пойти служить для бога а перед ним река он сел около реки то и смотрит высоко высоко лебеди летят и звуки трубные издают а в это время старичок подошел далеко да так и так я решил для бога служить а как родители до родители еще крепкие но надо думать и начал наговаривать и наговаривать надо жениться чтоб в доме был порядок он вернулся женился но видит что уже дети все подрастают он решил опять пойти около реки сел смотрит гуси летят гуси и вот опять старичок и опять стал уговаривать его да нет детей надо сначала женить выдать замуж а чё ж ты бросила они молодые не навыщенная он подумал правильно рассуждает и вернулся и когда уже борода стала белая белобородовым стал он он тогда опять пошел кое-как дохрестел до этого сел а кого же смотреть-то выглядеть летит ворон долетел его чуть крылом не задел упал в воду подошел старичок ты далеко он и сказать то уже не может вот и все ты пока молод христу посвяти этой порыве юности ну зрелом возрасте приди но в одиннадцатом часу но приди я тут стонут и стонут и стонут как стонущие инвалиды какие-то ну такая потому что вот такая вот здесь обстановка такая вот ну да вокруг гитлер виноват гитлер виноват а какая обстановка то это мужик один не может пристать нигде машину поставить то она рвота торопится а вера то никакой нет он господи дай мне где машину поставить то и сразу смотрит один выезжают у на его место господи не надо я уже нашел господь доводит нас до нужной кондиции что мы увидели помощи ниоткуда нет у меня такое вот бывает иногда ну и вообще нигде и только помолился вроде вышел на улицу иду сейчас одна сестра звонит так и так у меня горит такое положение помолитесь чтобы меня горит не арестовали психушку не сдали там что-то оформление земли там по квартире но я опять только вышел на улицу меня опять в избу загнали опять на молитву и тогда господь мозги то ставит на место я не раз он увидал будто бы я где-то женщины какая она женщина я не видел чтобы я с ней грех делал какой-то ну сердце меня меня осудила во сне что я сделал грех а какой даже толком не понимает то ли я там с ней был где-то то ли ничего не знаю у меня такая была тягота во сне так мне было тяжело я встал на ночную молитву и не могу нарадоваться что это был сон что ничего этого не было даже во сне это все во мне оледенело буквально как же я мог это допустить господи а так берегся и как это что там было я даже не знаю я не видел но сказали что вот как будто женщина какая не знаю во сне это когда ты бодрствуешь сатана искушает но бог сразу подает помощь сразу утешение пришло я пожалел помолился за тех людей у которых вот такое положение ненормально развестись не могут и вот так вот прошел как будто с вами не разговаривали опять то же самое у вас ребятишки какого возраста одна дочь какой возраст 10 лет 10 лет нужно то хоть маленечко вас слушает или нет по моему нет плохо дело то а вы не курите табак не курите нет нет так вы с ней поговорите сейчас летом то я выезжаю завтра в деревню и вы приезжайте и тут поживем и мы поговорим ребенка я заберу как у нас теперь другом формате не лагеря по домам отдыхают и мы тут мы поговорили я вам выделила отдельную келью чтобы могли пожить поработали она не поедет она не отпустит почему же не поехать расскажи новое место живут верующие никто вас не осудит у нас церковь есть помолимся вместе в храме божьем но парк полосками с ней поговори я буду там до 10 октября а 9 июля следующем месяце у нас будет крещение она своими глазами бы увидела радость жизни во христе иисусе увидела бы ваш и дочь ваша тут была бы среди ребятишек то и вы бы умягчили сердцем то даже бывает законная муж и жена и то соглашается жизнь свято чисто не знать друг друга то мы пожили уже еще спрашивают хватит при пригласили пригласи полоскови с ней увидит я вам конкретно говорю тут у нас ягоды пойдут по полям походить в озеро купаться поврось только и она все это увидит и скажет есть другая жизнь новая вам к нам каждого путевку выпишу на дочку на вас и на жену я напишу сейчас кину вам что нужно брать с собой она пусть посчитает пусть она отдохнет юность свое вспомнить детство ей будет очень приятно это а счет около нее как гундящий старик какой-то и как орел должен как те лебеди летели так когда уже ворон плюхнулся там еще нету она должна твой голос ловить буквально если ты заговорил она даже поверить не может наконец-то голос его услышала вы вторую главу езда посчитайте там когда они загадали что самое сильное в мире и оказалось женщина они трое были царю под ложили под под голову там эти записи ты когда стали советники рассуждать и нашли что ядра был прав ядра был прав так что надо просто подойти и найти слово она может этого ждет уже все эти годы даже разойтись это надо красиво разойтись не в ущерб чтобы она поняла что для получения благоволения божия не надо быть вместе и встречаться не надо чтобы соблазна не было я его бог может коснуться у меня были разные люди я знаю но если она не согласится допустим она не согласится а сегодня у нас пятница ты начинай говорить субботу и камень тощет а потом покажи нас ролики какие идут заведи и скажи на природе побыть она уже видела же права нравится и нет вода виталий там вот это живая жизнь вот а вы у меня нужны у вас спина не болит руки-то нормально приделано я буду сейчас дорогу ремонтировать мне нужно свои забивать кувалдой и ты как раз сгодился здесь я рукавички дам кормить хорошо буду руки слабые конечно не не когда я гайки не работал как-то не сильно получается я не знаю как это вы сами даже рассмотреть а в моей жизни вот бывает у меня новая специальность появляется какая-то и все благодаря женщинам я давал переплет книги а одна из них говорит сестра вы отдаете такие деньги платите то сам бы научился мне сказали это уже достаточно я сразу литературу закупил пошел в типографии завел знакомства у меня все пошло как надо я выпустил наверно десятки хороших переплетчиков курсы в университете проводил или вот печатали я даю что-то напечатать надо гордочек достань машинку до пищи то я сразу достал 10 пальцев чтобы работали пальцы начал печатать и все женщины как только толкнуть меня я вот он вдохновение да да все для этого ну как то вот об этом а вы в храм доходите ну хожу да да хожу вот а причащаетесь ну последний раз я вот на только на на а освещение знает о вашем семейном положении и он причащает вас понимаешь что еще раз услышишь это не помешает ладно а вы собираетесь вместе у вас есть кружок по изучению святой библии здесь а кто ведет один это уже надежда если их много то это пустое занятие это обман миссионерских отделов не может быть создано это обман миссионеры только по двое идут больше нету вот поэтому я предлагаю я вам только за благовестие за больше все увидел все понял благодарю вас а вы видели богослужение на троицу мы полностью записали и а посмотрите как у нас идет богослужение по почину какие колено преклоненные молитвы на день троицын были недалеко от начала просто день троицы зарядите поисковик и сразу вылетит вчера на меня вышел баптист с америки мы беседовали тоже это самый первый ролик сейчас стоит просто меня украшен это все интересует а вы в каком городе живете омске так вы омск это не так и далеко от нас конечно да хочу что прям сегодня же женой поговори на меня выйдете я сейчас поговорим под skype я вам скину здесь маршрутку все ты трудись над ней то она через вас может придет к богу вы хорошо я я поговорю как ее звать любовь любовь вот я уже помолился они сейчас кончим говорить обстану помолюсь господь силен трона сердца ее наверное искушение во мне потому что я раньше был как-то более добычный а сейчас у меня вот это вот а вы кем работаете какая специальность я бы не специально торговли я как торгаш спекулянт так все 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 заходи заходи вот она идет заходи сейчас я бы за мной ну все пока прощаемся выключайте все всего доброго все выключай все я пошел там встречать